День с толком 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 Возьмите, пожалуйста, щенков. Тем более проблема с бездомными собаками остро стоит и в Новоалтайске. Сейчас женщины в полном отчаянии. Впереди зима, а будущее этих собак пока очень темное. Пенсионеры боятся, что их подопечных просто снесут вместе с вольерами или отравят. Послезавтра судьба собак решится. Сколько собаки сделали для нас доброго. Они и в космос летали, и в опытах медицинских участвуют все время. И спасатели, и поводыри. Пожалуйста, люди, если кто неравнодушный, помогите нам в этой ситуации. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Американская компания Pfizer проведет клинические испытания на Барнаульцах. Об этом сообщает издание «Ведомости». Речь идет не о вакцине, а о новом препарате против коронавируса. Известно, что Pfizer получил разрешение от Росздравнадзора на проведение исследований нового препарата в России. В Краевом Минздраве и в Алтайском медуниверситете пока никак не могут прокомментировать эту новость. По данным СМИ, испытания пройдут в Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Барнауле и в ряде других городов. Всего в исследовании участвуют 7 тысяч человек из разных стран. Если препарат получит одобрение, он сможет попасть на рынки этих государств. В компании Pfizer утверждают, что препарат позволяет на 89% сократить риски госпитализации или смерти после заражения COVID-19. Диабет молодеет. Медики в канун столетия изобретения инсулина приводят печальную статистику. Все чаще эта болезнь настигает не только взрослых людей, но и детей, а также подростков. Всего в крае около 100 тысяч больных диабетом. Чтобы жизнь таких людей была полноценной, они должны прежде всего вести здоровый образ жизни и не допускать ожирения, уверены врачи. Закономерный вопрос многих родителей – стоит ли больных диабетом детей отдавать в спортивные секции? Принесет ли это пользу или все-таки только вред? На вопрос сегодня в ходе пресс-конференции ответил специалист. Движение выступает как фактор риска, где на полном серьезе рассматривается, например, синдром внезапной смерти. Ну, давайте вернемся к сахарному диабету. Наиболее известным спортсменом, который болел с сахарным диабетом, он жив еще, к счастью, был Бобби Кларк. Бобби Кларк – это тот канадский хоккеист, который нанес травму Харламову Валерию. Это исторический факт. Играл бы профессиональным игроком канадской сборной. Сахарный диабет первого типа, которым он забавил в 13 лет. В моей практике это три футболиста, мальчика, которых мы ведем уже на протяжении 3-4 лет. Впервые выявлены сахарный диабет, они уже занимались спортом. И тут требуется, конечно, такое определенное наблюдение. То есть он должен состоять на учете эндокринолога, должен быть подобран уровень инсулина. То есть на фоне лечения он может это делать под неусыпным наблюдением спортивного врача. Занятия спортом возможны при хорошем уровне контроля сахара и толерантности к снижению сахара. Сейчас, конечно, хочется спросить, а что посоветовать? Ведь не всякий занимается спортом, и кто-то это только начнет делать. С чего начать? Начать нужно с ходьбы. Если это говорить о фитнес-клубах, то это будет кардиозона. Диабетикам специалисты рекомендуют не только исключить из рациона сладкое, но и алкоголь. Возможно, сделать это скоро придется и обычным жителям России по причине дороговизны. Стоимость водки, коньяка и другого алкоголя может возрасти уже с 1 января. Информация об этом появилась на федеральном портале нормативных правовых актов. Так, пол-литровая бутылка водки может подорожать на 7,4%, а коньяка на 7,6%. Если проект будет принят, минимальная цена на водку составит 261 рубль. Коньяк же подорожает до 480 рублей. Также может возрасти и минимальная стоимость другого алкоголя. Например, на прилавках не останется бренди дешевле 348 рублей за бутылку и ликероводочной продукции дешевле 205 рублей за бутылку. К другим темам. Министерство просвещения России решило обновить правила русского языка. Такая новость появилась на днях в СМИ. Сообщается, что нововведения могут вступить в силу в ближайшее время. Что изменится для рядовых граждан и почему русские люди часто говорят и пишут безграмотно, выясняла Анастасия Болотина. Каршеринг, дефолт лоукостер. Эти иностранные слова встречаются в русской речи практически ежедневно. Правда, их значение известно не каждому. А такие, как аудиосистема, мидиаклавиатура, вызывают у обывателей вопрос – писать их через дефис или слитно. Подобные изменения в русском языке и стали основой разработки Министерством просвещения нового проекта, в результате которого появятся новые правила орфографии и пунктуации. Последний раз русский язык реформировали почти 70 лет назад. В 1956 году приняли свод правил русского языка. Предыдущий свод правил по орфографии и пунктуации не фиксировал какие-то правила, которые в настоящее время нужно сформулировать для того, чтобы те же школьники, те же корректоры, те, кто работают с текстами, могли учитывать их, опираться на них и правильно писать слова. Правила прежнего свода – основа для школьных учебников и справочников по правописанию и пунктуации. Но там спустя годы обнаружили ряд существенных пропусков и неточностей, поясняют в ведомстве. Язык развивается, появились новые слова, речевые обороты и конструкции, написание которых не подчиняется существующим правилам. Министерства образования уверены – обновление сделать современный русский язык понятнее. Язык меняется, и в связи с этим, конечно, нужны какие-то изменения в языке. И изменения происходят сначала в устной речи, а уже только потом в письменной. А орфография нам нужна для датипности, чтобы носителям языка было проще читать писанные тексты. Так станет ли проще? Иными словами, как это отразится на уровне грамотности населения, пока неизвестно. По наблюдениям будущих педагогов, в последнее время люди стали совершать гораздо больше ошибок. Если раньше люди учили правила, то есть это было совершенно все по-другому организовано, то сейчас, как правило, и ошибки в СМИ же у нас есть. И люди все больше смотрят YouTube, они смотрят Instagram, они ориентируются на каких-то блогеров и считают, что это действительно норма. Но по факту норма – это то, что прописано у нас в правилах русского языка. Возможно, нововведения помогут привлечь внимание жителей России не только к новым изменениям в языке, но и освежить уже давно установленные в нем правила и нормы. Правда, пока проект находится на стадии обсуждения. И когда новые правила вступят в силу, пока что неизвестно. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком. Жители Славгорода стали чаще читать. Несмотря на пандемию, в местной центральной библиотеке увеличился поток желающих провести время за книгой. Причина – ремонт и современное оборудование, на которое из федерального, краевого и местного бюджетов выделили более 11 миллионов рублей. Как изменилась главная библиотека города в сюжете Софии Яценко. Прямо отсюда мы можем осуществить доступ к любым электронным ресурсам. Ну, например, давайте введем, например, сайт нашей центральной библиотеки. Интерактивный экран, ноутбуки и бесплатный интернет. Такой современной библиотеку Славгорода не видели никогда. И это только одно из нескольких обновленных помещений. Любой желающий может со своего домашнего компьютера обратиться к нашему электронному каталогу, узнать, какие книги и в каком филиале находятся доступность этого фонда. Потом точно так же мы являемся официальным электронным читальным залом президентской библиотеки. Сложно поверить, но еще недавно библиотека выглядела так, чтобы измениться до неузнаваемости, пришлось потрудиться. Два года подряд участвовали в конкурсах. В первый раз не хватило одного балла. В этом году хватило всего. Библиотека стала победителем в конкурсе нацпроекта «Культура». Благодаря чему и получила деньги на реализацию идей для библиотеки нового поколения. Несмотря на то, что мы соблюдали единое стилевое единство, все равно каждая локация имеет свою зименку. Поэтому где-то это качели, где-то это английские кресла, причем разные. Где-то вот как это помещение носит функцию антикафе. Где-то есть зона для переговоров и делового общения, для интерактивного общения. То есть разные функции за нашим помещением мы посмотрели. К слову, славгородские книголюбы рады не только интерьеру и новым книгам. Есть решения, которые пришлись по душе читающим родителям. Приходишь с ребенком, отправляешь ребенка в игровую, и там занимается с ней специалист. Это очень радует. По словам директора, новый облик библиотеки привлек и новых читателей. Несмотря на пандемию, ежедневно сюда приходит порядка 200 посетителей. Здравствуйте. 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 Кстати, QR-код здесь не нужен, а значит провести время в культурном месте сможет каждый. К слову, в крае занимаются модернизацией еще трех муниципальных библиотек. В списке Зональный, Рубцовский и Целинный районы. К концу этого года там появится новая мебель и техническое оборудование на общую сумму в 6 миллионов 800 тысяч рублей. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. 1 декабря в Барнауле вновь попробуют найти подрядчика, который займется реконструкцией краеведческого музея. К работам над зданием должны были приступить еще летом, но тогда из-за низкой стоимости контракта не удалось найти специалистов. Сейчас Минстрой края увеличил сумму договора на 23 миллиона рублей и теперь стоимость контракта составит 266 миллионов. В ходе ремонтных работ планируется снести аварийные строения, построить новый корпус и восстановить историческое здание 18 века. При этом рабочим необходимо сохранить элементы культурного наследия, например, деревянную лестницу на второй этаж и витрины избука. Также в планах создать территории для парковки, экскурсионных автобусов и зеленую зону. Работы планируют завершить уже 31 июля 2023 года. А теперь о спортивных достижениях. Алтайский пловец Олег Чекушкин установил мировой рекорд. На чемпионате России по зимнему плаванию наш спортсмен проплыл дистанцию 200 метров вольным стилем за 2 минуты и 37 секунд. Этот результат стал лучшим в мире. Причем Алтайский морж обновил свое же достижение на 3 секунды. Как ему это удалось и какие планы на будущее, расскажет Дмитрий Дроздов. Возраст это цифры и в 58 можно заниматься экстремальными видами спорта, например, как моржевание. В детстве и в студенческие годы Олега Чекушкина можно было смело называть ихтиандром. И по сей день он не расстается с таким видом спорта, как плавание. В юношеском возрасте выигрывал городские турниры, но в 2015 году освоил зимнее плавание. С тех пор Олег Чекушкин 7 раз становился чемпионом мира. 4 ноября 2015 года я впервые вот на этом же самом озере. Были соревнования у нас, первенство города. Проводил я туда Зеленецкий. И я впервые проплыл 25 метров и 50 метров вольным стилем. Ну, конечно, их выиграл. Организм приспособился. Я почувствовал себя лучше, здоровее. Вот, появилась такая радость занятием в ледной воде, потому что я не знал, что такое. Я поначалу смотрел со стороны, народ плавал, думаю, ну, как-то странно где-то. Незимные люди плавают в такой ледной воде и ничего не становится. Сейчас Олег президент Алтайской Федерации зимнего плавания «Белуха», которой всего два года. В нее входит два клуба «Барнаульская организация» и «Природа человек». Всего 44 спортсмена. В начале ноября на чемпионате России во Владивостоке команда из Алтайского края завоевала 8 золотых медалей. И еще одна важная победа – новый мировой рекорд. Дистанцию 200 метров в категории 55-59 лет Олег преодолел за 2 минуты 37 секунд. Я свой рекорд улучшил на 3 секунды. Ну, а остальные дистанции, где я пытался побить его, подошел близко, но не побил. Ну, я думаю, что к чемпионату мира мы еще потренируемся, я, возможно, побью еще какой-нибудь рекорд. Ровно 4 года наш спортсмен ждал, кто же побьет его рекорд. Но, как говорится, ждал и не дождался. Сам обновил свое же достижение. Теперь в планах у Алтайского моржа отдых. Из-за пандемии отменили этапы Кубка мира. Но совсем скоро начнется подготовка к чемпионату города по зимнему плаванию. Он состоится в декабре. А завершит сезон плаве с участием в этапах Кубка России в Хабаровске, Иванове, Уфе, Калининграде и Санкт-Петербурге. Это очередной вызов, чтобы попробовать установить новые мировые рекорды. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. День с толком.